Всем привет друзья мои, а я уже еду на встречу с моими подружками, еду в сторону Хопы, живет моя Жанночка, сижу в маршрутке, смотрю, что кругом тут все капитально ремонт идет, перерыто все, и из-за этого образуются пробки. И вообще столько транспорта в Батуми, говорят все плачут, что денег нет, а посмотрите, проехать невозможно, вот так вот все время движение идет. Тут мне скорость не превышает, наверное, более 9-15 км в час, так как очень много в машине. Обязательно масочный режим, так как барона увеличилась, надо пробовать. Это платье так выручает, охолодало очень потом, в связи с тем, что дожди, а я ничего не заняла с собой, ни кофты, ни дожденных рук, все у меня светлое, и приходится ходить в этом платье, ну а что делать, по-другому никак. В другом я просто замерзла, потому что бывает порывный такой сильный дождь, и ветер. И здесь так все изменилось, поменялось, становится везде центр. Это не самый центр, а уже за городом, но Копа называется это. Почему? Потому что здесь большой центр торговый, можно сказать. Был такой, был раньше упрощенный, миллион ларьков. Сейчас посмотрим вместе с вами, что он из себя представляет. Субтитры делал DimaTorzok Мне пришлось лезть, потому что я села не на тот номер, в Батуми я сажусь на любой номер, потому что знаю каждый метр в Батуми, поэтому не проблема пройтись пешком или пересесть на другую маршрутку. Но сейчас я скажу Жанночке, чтобы она подошла к этому дому, и я много не передвигалась. Мы сейчас идем. На ты, боже, как все здесь изменилось. А где же ее дом? А, ладно, ладно, сейчас скажу, чтобы она сюда шла. Курс сегодня упал, я смотрю, евро. 6,10 было, 6,45. Даже упал, 37 лиро. Ну да, вот туда пройдешь, и там, значит, куча, куча варков. А вот моя Жанночка, наша Жанночка. Я маску забыла. Красавица ты моя, ты такая же не меняется. Не меняется она у меня, не меняется. Светик, я этот, забыла маску. Маску забыла. Я же еще и блогер на ютубе. Все меня ждут. Знаешь, как им понравился этот Жанно Батуми? Они в шоке. Они говорят, мы полюбили Мерсин с вашей помощью. А сейчас еще и Батуми. Хотим приехать. Я говорю, ну Батуми, вы должны денег столько везти. Ужас, сколько много. В Мерсине вообще жизнь намного в 5 раз дешевле. Сколько я нашла? Схараларский. Схараларский. Схараларий, если на 3 с чем-то перевести на турецкий. 3 доллара. 3 доллара на 24. Много? Конечно. У нас такая НЕС стоит 5 тварей. Мы еще, Лира. И мы еще выступаем. Как дорого. Я думаю, сейчас я люблю свою турцию. Очень мельс. Света, у кого нервы, смештись? Пошли. Пойдем, пойдем. Чуть-чуть поболтать надо, да? А то все время я... Это блокерия. Мерсин, считай, ты шейлеба, у Гадави. Шейлеба, конечно, шейлеба. Шейлеба, конечно. Шейлеба, шейлеба, да? Хорошие ребята напротив хопы и работают. Ай, магазин, реклама. Упасу, ты плава. Туристы, мобзаны, шурчхэла. Все, видимо, лоба. Ну что, идем? Идем, Жанночка, идем. Жанна... Сейчас, нафтия сейчас обратилась. Посмотрите, Жанна всегда стильная. Она вообще бомба женщина. У нее всегда такой маникюр. Покажи свой маникюр. Пример всегда брала я Жанны, когда раньше была такая несчастная. Работала медсестрой. А она у нас была самая такая стильная девочка. Всегда в форме. И только она единственная вспоминает меня. Чтобы все слышали и знали. Только я приехала первая, Жанна мне написала. Ура, Света приехала. Но я, к сожалению, в самый последний момент ее увидела. Так как со своими делами замоталась, вы сами понимаете, и внуками, и вообще. Но ничего, все у нас будет хорошо. Мы, короче говоря, делаем сюрприз одной нашей подружке. Но она нам не открывает. Нати! Позвони ей. Может, не слышит на балконе. Вот такие здесь подъезды. И она живет на девятом этаже. Вот такие вот подъезды. И то красиво здесь. Нету, наверное, ее. В старых домах всегда будет такая ситуация везде. Сейчас будет шок. Сюрприз. Не закрывай. Сюрприз идет. Сюрприз идет. Чичагу. Вот такие столы накрывают, когда приходит Светлана Атан, посмотрите, мои дорогие, посмотрите, какие они вы мне сладкие, просто их невозможно было не увидеть. Всегда перерыв. Натя, а у тебя на фотографиях короткие волосы? У меня вирус сейчас. А как ты так делаешь? Я смотрю, у Натя короткий, потом длинный, короткий, длинный. Это старшая медсестра гинекологического отделения Медини. А это заместитель. Это заместитель, да. Вот, мои хорошие. Вот такие гостеприимные мы грузины. Сразу столы накрываем. Я как хотела. Я вчера купила горох. Думаю, сделают на... Маграм, на кнебе надо. На кнебе сейчас копченые. Покажу вам ее комнату. У нее так классно. Здесь пианино. Трехкомнатная квартира. У нее двое детей. Дочка, сын. Муж. Вот такая вот, видите, уголочек церковный. А вот ее супруга. А ну, посмотри, привет, скажи всем блогерам, ютуберам, друзьям. Привет. Привет из Грузии, из Батуми. Муж с женой. Мальчик сегодня в турнике. Я говорю, маленький мальчик придет. Какой большой мальчик пришел. Он учится в морской академии. Будет капитан или механик? Механик. Видишь, как время прошло. Красавчик. Короче, девочки, мальчики, мы все уже прощаемся. Светлане надо идти вперед. Вперед. Вперед, Светлана. Вперед. Девочки, пока-пока. Я скоро вернусь, и мы еще с вами встретимся. Погуляем, может, где-нибудь потанцуем. А то так я и не потанцевала в Батуми. Дорогие мои друзья и подписчики, я сейчас в таком негодовании, такой, блин, беспредел творится в Грузии насчет тестов. Это кошмар. Я сейчас хожу-хожу. Вот ушла от моих друзей. И то мы сидели только на телефонах, обзванивали все клиники, где можно сделать тесты. У них все занятое, то отвечают непонятно как. Цены везде разные на тесты. Я решила сама походить, так как они не отвечают на телефоны. Вот турецкая лаборатория возле нас. Там тест 80 лари. Она в субботу, воскресенье не работает. Только на выезд. Я спросила, уважаемая, если мы в понедельник придем с утра, и во сколько будет готов тест? Только через сутки. Я сказала, почему? Если, говорит, вы хотите в тот же день, то нужно заплатить 200 или 250 лари вместо 80. Я, конечно, сказала, что это просто беспредел. Такие деньги отдавать. Тысячи лари. Непонятно за что. И вот как-то так, друзья мои. Сейчас я подошла к Республиканской. Там рядом находится. Но тесты, которые мне нужны для перехода в Турцию, они не делают. И вот я пришла в новую больницу. Тут я смотрю какое-то телевидение. Я думаю, сейчас подожду. Так что позвоню с Индером, поговорю. И буду действовать как-то. Сейчас моя дочка должна подъехать тоже. И мы с ней поездим по городу, поспрашиваем. Я просто в шоке. Дети отбели. Дети там у другой бабушки. Так что есть время походить. Мои дорогие друзья и подписчики. Вот что значит быть хорошей медсестрой. Грамотной, профессиональной. Которую никогда никто не забывает. Несмотря на то, что я так давно не в медицине и в этом. Один из наших врачей, онколог, он открыл свою клинику в Темури. И вы представляете, хотя в субботу и воскресенье закрытая. Но я постучала из двери, то тут знакомая с аптеки есть. Нам открыли. Когда он меня увидел, встретил, обалдел. И я все это, все дела сделала. Значит, здесь для... Если вы хотите сделать тест для выезда за границу, тест стоит 69 лари. Придете утром. А если хотите ускорить утром, там, допустим, сделали и вечером, то, значит, 100 лари, кажется. Если хотите очень быстро ускорить. Если вас устраивает, чтобы тест приехали, сделали вам дома, это стоит 90 лари. Супер! Субботу, воскресенье в любое время работают. Я очень довольна. Так что я завтра жду. Ко мне в гости придут лаборанты, возьмут у меня тест. И в понедельник ответ будет готов. И я могу выехать. Вот, посмотрите, клиника, плазма. Я просто рекомендую. Хозяин Темури Гогетицы. Сейчас я вам покажу наш новый бульвар. Это новый район. Здесь раньше тоже было болото. Специально ради вас делают путешествия. Посмотрите, какая красота здесь. Вот рассказывай, Натая, что это? Музыку отличия вообще. Это эйфория вот здесь? Вот вообще. А я думала, эйфория это в другом месте. Метро-сити. Звук убраено, потому что мне могут забанить. Лучше мы рассказывай. Ты в Батуми живешь, доченька. Ой, мама, я не хожу никуда. Метро-сити это. Ну, знаю, что работаешь, но ей сейчас надо спать, но мы ездим по делам, поэтому она вот помогает мне. Метро-сити это как центр, да, торговый? Да, торговый центр. Да, разные магазины. Ради вас, зрителей, она вот идет на такой шаг, пошла на такой шаг, не отдыхает. А это если пакет еще там у него берешь, какой-то шумит. Строится и строится. Сколько здесь стоят дома? Цены знаешь ты? Нет. Я знаю вот этот парк, тут очень много комаров вас сожрут вечерями. Вообще же это было болото раньше. Я не знаю, как дома здесь стоят на этом болоте, но это так. Здесь помнишь раньше, никогда мы даже не гуляли, была деревня настоящая, сады мандариновые, а сейчас все такое красивое, в стекле. Гостиница Легенд. Ух ты! Какую я вам экскурсию показываю, а кто-то там писал мне, что Светлана не показывает таких красот. Светлана старается, просто Светлана занята пока. Надеюсь, вам понравился Батуми. Но в Батуми надо приезжать с огромными деньгами. Минимум нужно тратить здесь 150 лари. Это 500-600 лир, да, наверное? Тут минимум. Если вы имеете свой дом. Ну а если вы снимаете, то намного больше. А это что младая? В гостинице или частные? Ну дома частные. Апартаменты. Апартаменты. Ну тут видите, как в Турции нету огражденные территории, дома. Тут все апартаменты, через подъезд заходишь. Сторож не сидит, охрана не сидит. Так их нету домов здесь? А, во дворе нет? Как у нас там сити? Ну у нас в основном все строят с ресепшеном, в спартаменте. Я, друзья мои, в шоке. Этого раньше не было. Этого раньше здесь не было. Я говорю, напоминает, как Мерсин. Нескончаемая набережная. Почему она вся поломанная? Если ехать так прямо, то можно выехать до аэропорта. Знаете, нельзя где-то остановиться, чтобы я здесь вышла, показала людям, как садится самолет. Ой, это моя мечта! Такие же красивые клумбы. А почему так много людей здесь? Наверное, ждут самолет. Они ждут самолет, и я вместе с ним подожду. Кофе продают. И вы сейчас видите, видите, кафетерий. Люди ждут самолета, да? Да, я не знаю. Вот эта полоса, посмотрите. Летная полоса, точно. Мы сейчас вам покажем тоже. Друзья мои, посмотрите, какой паук. Страшный, пристрашный. Вот что. Все, мы садимся в машину, будем ждать очень сильный ветер. Смотрите, что происходит. Он сигнал... Что-то они салют какой-то. Кого-то может... Они птичек. А, сейчас самолет будет. Они птичек пугают. Почему? Чтобы не нарушить, там они не залетели в самолет. Вот такая служба. Значит, скоро будет самолет. Очень интересно. Сейчас я вам покажу обалденные кадры. Приближается самолет, которого мы ждали 2 часа. Мамочка, дорогая. Какой кайф! Это было просто бомба! Друзья, ради вас я ждала полтора часа. Только что пролетел самолет над моей головой. Посмотрите, как я это переживаю. Он был буквально в пяти метрах от меня. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Ой, это было что-то ужасное. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!